Девушки отдыхают Вадим Сидоров — это эксперт по управлению девелоперскими проектами, директор по развитию компании или холдинга «Ава-Групп», город Краснодар и представитель общественного стратегического совета при главе администрации города Краснодара. Как мы выяснили сейчас в перерыве, общественный стратегический совет занимается всевозможными вопросами, начинает строительство, заканчивая культурой, медициной, образованием и всем чем угодно. Я вот сейчас на сайте нахожусь, я не знаю, это он, совет по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам муниципального образования города Краснодара. Это он. Почему мы напоминаем? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Мы напоминаем, а пояснение дадим позже, когда эта ситуация в конце концов объяснится. Но мы вам обещали вчера в нашем эфире, что с Вадимом Анатольевичем мы встретимся, потому что история с созданием общественного совета при администрации города – это история, которую мы, в частности, и наша радиостанция, и активисты, и бизнесмены, которые генерируют различные проекты в городе, пытаемся создать уже два года. И вот сейчас, когда у нас сменилось руководство в городской администрации, городская дума новая, новый мэр у нас, мы пытаемся эту идею каким-то образом объяснить, разъяснить, чем она может быть полезна, как она может послужить во благо нашего города. Но пока что донести ценности этого опыта у нас не получилось. Сегодня у нас такая программа, где мы и сами для себя подчеркнем, я уверена, много нового, и слушатели наши могут участвовать в обсуждении этого интересного момента создания общественного совета при администрации, которые стратегические направления, планирование, реализацию общественных проектов, строительство, благоустройство – все могли бы обсуждать и генерировать идеи, и совместными усилиями развивать наш город. Вот об этом мы сегодня поговорим. 211-101 номер телефона прямого эфира. Если у вас возникнут вопросы по ходу нашего эфира, или вы сами активист, или бизнесмен, или чиновник, или депутат, пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре 211-101. Ну, Вадим Анатольевич, прямо с этого начнем. Когда такой общественный стратегический совет при главе администрации в Краснодаре был создан? Общественный совет был создан в прошлом году, в начале прошлого года, в начале 2017 года, к идее развития этого совета. И вообще, почему мы в качестве своей стратегии, мы, кстати, застройщики, мы тоже активно принимаем в этом участие. Одна из идей именно со стороны, тут две стороны медали, со стороны застройщиков идея такая. Очень наметились много деструктивной критики, деструктивных отношений с городскими сообществами. Активность, и она такая достаточно, ну, как я уже сказал, деструктивная. Протестная активность, да, временами, точечная застройка, отсутствие парковочных мест, неразвитая инфраструктура, совершенно верно. Городу Российской Федерации все это свойственно. И это вот одна, скажем, сторона. Со стороны общественных объединений тоже нашлось понимание и интерес к тому, чтобы встречаться. Нужна площадка, нужно разговаривать, обсуждать, находить не то чтобы компромисс, а консенсус. Вот, это вторая часть со стороны города, со стороны власти. Они всегда испытывают очень такую жесткую потребность опереться на экспертов, опереться на опыт во многих вопросах управления городом. И вот после нескольких там довольно длительных, там полугодовых, наверное, консультаций взаимных, этот совет стартовал. А, кстати, все это происходило на фоне прихода нового мэра. У нас же поменялась команда в 16-м году, уход губернатора. Как у нас тоже сейчас. Да, и приходом, уход мэра и, соответственно, сменой власти. И все это происходило параллельно. И сформировался такой экспертный совет. И практическая его ценность, вот я сразу выделяю в чем. Вот эксперты нашего совета входят вот уже в такие четкие формальные, скажем, структуры. Совещательного характера. Это Городостроительный совет города. Комиссия по правилам землепользования и застройки. Архитектурный совет. То есть эти эксперты, которые, эту площадку, которую мы сгенерили, она уже является такой экспертной, подставщиком мозгов, подставщиком опыта, экспертов опыта для вот уже... Можно я уточню, да? То есть сначала эти люди попадают в ваш общественный совет. Да. И уже из общественного совета они параллельно переходят в другие какие-то структуры. Да, возникают уже горизонтальные взаимоотношения. Почему? Потому что мы сформировали по отраслевому признаку. Ну, за основу взяли. Потому что вот я, например, возглавляю комитет по архитектуре и городостроительству. Но туда у меня входит, там очень широкий спектр вопросов. Очень сложная ситуация в городе с геоинформационными системами, геоинформационная информация. Она устарела, материалы устаревают. А город развивается, город живет. Все меняется постоянно. Да, генеральный план, то же самое. То есть вот этот весь спектр вопросов, которые мы все как-то отдельно обсуждали, сейчас он обсуждается более централизованно. Идет обмен. Я как эксперт, например, буквально вот перед Новым годом провел такую содержательную работу, например, по обоснованию коэффициентов использования территории. А какие они должны быть? Я как девелопер, ко мне обратились, как профессиональный девелопер и консультант, ко мне обратились с мнением. Я предложил несколько сценариев. То есть взяли в работу эти сценарии. То есть как это работает? Давайте мы расскажем, что такое коэффициент использования территории. Ну, в народе называются киты, но коэффициент использования территории – это коэффициент застройки. То есть, например, на 10 тысяч квадратных метров земельного участка можно построить 12 тысяч квадратных метров жилья. Например, это коэффициент, он равен 1,2. То есть вы смотрите, сколько должно быть на конкретной территории жилья, какая должна быть инфраструктура и какие должны быть общественные пространства для того, чтобы эта территория гармонично развивалась. Да. Тут, вы знаете, этот вопрос намного шире и глубже. Вообще-то это городостроительная уже политика города, это генеральный план и правила землепользования и застройки. Но дело в том, что почему возникают такие вопросы? Для того, чтобы городская дума инициировала корректировку, либо изменения. Жизнь ведь не стоит на месте. Общественники инициируют изменения, иногда зачастую правильно инициируют, потому что... Они говорят, что на этой части, прилегающей к парку, не должно быть жилья, а должен быть парк, например, или социальные объекты. Например. А эксперты объективно, если подходить объективно, то имеют возможность проявить свое мастерство и профессионализм в том, чтобы выступить с экспертом, арбитром и к нам прислушиваются. Это регулярно освещается в средствах массовой информации. И серьезные дебаты на этот счет. Это не такой простой... Это не общественные слушания где-то в кулуарах. Общественные слушания, вы знаете, общественные слушания как раз-таки это, наоборот, это не кулуарные мероприятия, это очень серьезные мероприятия. Это у вас, может быть, в Краснодаре серьезные мероприятия, а в некоторых городах, между прочим, не очень много участников. Да. Ну, вы знаете, я с этой ситуацией столкнулся в процессе разработки нескольких проектов планировки территории. И, ну, профессионально этого коснулся и увидел, что, к сожалению, на слушание идет как раз в основном протестная волна, она и приходит. Совершенно верно. А тот, кто заинтересован в том, чтобы было развитие, они проявляют, ну, скажем так, мягко говоря, пассивную позицию и, ну, трудно найти поддержку. Они думают, что и без них решат, в принципе, да? Ну, как-то решатся. А о чем мы там будем советовать? Там же специалисты есть. Вот, вы знаете, еще такой очень важный, на мой взгляд, аспект. Вот он уже в области социальной психологии, вот как это я понимаю, вот высокая степень активности населения, в конечном итоге, она и определит, насколько комфортной и продаваемой, кстати, кстати, продаваемой будет эта территория. Сколько она будет выгодная и рентабельная. И все от этого выигрывают. Помните, как в этом Иван Васильевич меняет профессию? Как же вам понять, если вы ничего не говорите? Вот власти то же самое. Мы простраиваем от ценности до потребность, спрос и что в конечном итоге получается, до результата. Вот такая у меня, по крайней мере, философия. Я бы очень хотел еще рассказать про тот проект, мы вчера его коснулись. А мы сейчас расскажем, нам нужно будет прерваться буквально на полминуты. И пример приведем. Вадим Сидоров, эксперт по управлению девелоперскими проектами и член общественного стратегического совета при главе администрации города Краснодара. Находится у нас в студии. Мы хотим сейчас обсудить опыт и находимся в процессе обсуждения как раз опыта Краснодарского по работе общественного совета при администрации. Напоминаю, что создан он был в начале 2017 года и уже получается за год можно какие-то посмотреть результаты. Я, насколько понимаю, насколько осознаю, для чего создается такой совет. Это для того, чтобы в первую очередь учитывать интересы граждан, что они хотят видеть в своем городе. Транслировать. Транслировать эти интересы бизнесу и власти. Бизнес эти интересы тоже разбирает по косточкам и учитывает свои, в общем, да, обсчитывает эффективность тех или иных предложений, вносит свои корректировки экспертные. И дальше взаимодействует с городской думой и администрацией. Все это направлено на то, чтобы город развивался гармонично и каждому человеку в этом городе жилось хорошо, если попросту так говорить. И вот прошел год и у вас возник определенный план на 2018. Я так знаю, что у вас такой большой марафон, общественный марафон в 2018 году уже запланирован. Что он в себя включает, на что направлен? Вот я на примере этого проекта и хотел как раз охарактеризовать вот эту взаимосвязь между потребителями, скажем, услуг, застройщиков, жильцами города. Но мы их называем горожанами. Это, кстати, у Святого Мурунова четко есть такое разделение. Горожанин – это тот, кто занимает активную жизненную позицию в своем городе. Да, Святом Мурунов приезжал несколько раз. Урбанист, да. И мне понравилась его модель. Мы приглашали его, провели хороший, ну, как раз в рамках работы стратегического совета провели серьезную конференцию. Два года подряд мы проводили, это тоже проекты нашего совета, это градоэкологический каркас города. И это большая конференция, причем российская. И родилась идея как раз вопрос трансляции, не формального подхода к стратегии города. А есть, я знаю, нам известно, что разрабатываются, есть консультанты, я их называю кабинетные исследователи, которые вот что-то разрабатывают и потом это добросовестно ложится на полочку, и никто об этом ничего не знает. И такие вещи, ну, на мой взгляд, должны, ценностные вещи, должны транслироваться снизу. И мы предложили такой марафон и объединяем, выбрали за основу отраслевой, опять же, признак, провели, может быть, это странно покажется, первый у нас пилотный прошел на основе клуба MBA, потом «Помоги городу», общественное объединение «Помоги городу». То есть, такие совсем уж неформальные, можно сказать, объединения мы взяли, провели. Сейчас планируем, вот 21-го состоится как раз со средствами массовой информации. Что это за марафон? Марафон посвящен как раз, это суть его в том, чтобы люди, объединенные по отраслевому признаку, по определенному, смогли вместе, абстрагировавшись от своей профессии, от своих даже, может, профессиональных интересов, но проявили себя как горожане и очень интересной форме игры, а это вообще форма, мы взяли из нашего семейного, даже из моего семейного опыта, ментальная, не ментальная, а ментальная карта, значит, на год, ментальная карта. И вот в форме такой игровой, интересной, живой манере люди представляли себя люди, бизнес и городская среда. И эти команды генерили очень интересные идеи, вот это были очень жаркие, такие мощные споры, презентовали эти идеи, предварительно собирали мы ценности и вот от ценности переходили уже к непосредственным идеям. И по этому же принципу будет весь марафон и очень интересно будет, как себя поведут застройщики. Это будет вот в апреле. Союз строителей на май запланирован. И будет очень интересно собрать этот опыт. И к сентябрю мы к форуму, большому форуму городских сообществ в середине сентября. Это Краснодарское мероприятие или общероссийское у вас будет? Краснодарское. Тут две основных цели мы преследуем. Первая – это активизация граждан, именно генерация снизу идеи развития, то есть чтобы выкристаллизовались вот эти ценностные аспекты и донесение их до органов власти. И вторая – это активизация именно общественных движений, объединений. У меня есть такое четкое устойчивое убеждение, что вот у саморегулирования, вот есть такой вот эффект получился, что многие общественные объединения в процессе ухода в саморегуляцию, вот именно в СРО, они немножко девальвировали свою общественную деятельность, общественную свою полезность. Именно ушли во внутреннее регулирование. В то время, как раньше они активно занимались именно продвижением интересов отрасли, взаимодействием с другими общественными объединениями, ивент-мероприятия. То есть была очень высокая, более высокая степень активности. Общественная именно, да, массовая, публичная. Да, эта часть, она, знаете, подменилась некой формальной работой, формальными критериями и формальной выдачей бумаги. И вот этот аспект, он наложил именно отпечаток на общественную деятельность. Поэтому вот такой разворот, разворот общественной работы, он, на мой взгляд, очень полезен. И для всех причем, для профессионалов, все же теряют. Понятно, что если профессионалы в конфронтации со своими завтрашними потребителями, то теряют все. Поэтому вот такой проект, мы его реализовываем. А вы как-то к этому марафону, вот горожан обычных, которые не являются активистами, не являются там советниками вашего вот этого вот совета стратегического, как-то будете подключать? — Объясню. Вот смотрите, вот дело в том, что вот сама такая фокус-группа, ее довольно сложно провести на массовую аудиторию. Но все-таки здесь принцип такой, надо бросить камень, чтобы пошли круги по воде. Поэтому мы берем все-таки отраслевой принцип, а у нас при стратегическом совете, вот по всем этим комитетам есть комиссии соответствующие. Вот я говорил, по культуре и социальным аспектам, там есть медики, ребята, которые могут организовать медицину, собрать активистов, то есть по своему какому-то... — Наиболее авторитетных представителей отрасли, да? — Либо более активных. СМИ, я уже говорил, то же самое я, например, отвечаю, ну, традиционно за девелоперов и застройщиков. То есть другие там коллеги, вот сфера ЖКХ пока не понимаем, как собрать, допустим, вот это общественное... — Ну, там у нас, зато у нас в сфере ЖКХ великолепный комитет при общественной палате есть, готовый буквально, чтобы составлять такую общественную площадку. — Поэтому я не могу сказать, что это должно быть такое, это не демонстрация, это не бессмертный полк, это немножко... Тут вектор другой, и здесь надо именно всё-таки макстратегии какой-то ходим подойти, чтобы донести до города. Это, по сути, знаете так, элемент городского исследования, можно так даже сказать. — Зачем это вашей администрации понадобилось? Как вообще решился новый глава администрации на создание такого общественного стратегического совета? — Вы знаете, я думаю, что для него это тоже важный инструмент. — Как зовут вашего? — Первый шов, Евгений. Значит, тут поясню. Вы знаете, очень сложилось, исторически сложилось именно в Краснодаре. Я работал в разных городах, и больше, чем в 60 городах я работал, руководил застройкой. Я отмечал для себя, вот отметил несколько городов, один из них Краснодар. Во-первых, крайне низкая активность самого населения, исторически. — Очень, кстати, странно, потому что ведь это Кубань, там народ тепло и расслабленный, мне казалось, наоборот, это же казачество и прочее. Там какие-то традиции нет. — Урал, Сибирь всё-таки традиционные инженерные, я так называю, инженерные края. Они там более, люди как-то, ну, свою позицию более, не могу сказать, что более образованные, образованные по-другому. — А Кубань — это аграрная такая территория. — Аграрная, да. — Аграрная, да. — Вот. Традиционные там отношения очень долго складывались, культурные такие внутренние, кумовство вот это так называемое. И поэтому, наверное, чтобы преодолеть вот такую вот… — Пассивность. — А, пассивность. — Б, излишнюю активность на этом фоне девелоперов и застройщиков, излишнюю активность, иногда такую… — Делаем, что хотим. — На грани, да, на грани. — И ему, наверное, это такой, это удобная тоже площадка, чтобы, а он человек достаточно продвинутый, грамотный, чтобы заручиться поддержкой, мнением общественных органов, ну, не органов, а организаций и экспертов. — Ему так удобнее транслировать, в том числе и свои решения, потому что, ну вот, не скрою, но очень много отказов, допустим, в получении разрешения на строительство, потому что, ну… — Благодаря вашему совету происходит. — Не то чтобы благодаря совету. — Благодаря совместному обсуждению. — Совместной работе, скорее всего, потому что транслируются другие, там, подходы, требования, допустим, проектной документации очень серьезно ужесточились. То есть, буква закона, то есть, это очень такие, на мой взгляд, позитивные, такие, нужные для края, особенно, краснодарского изменения. — У нас вот две минуты остаются до следующего перерыва. Интересно, как у вас, ваш совет общественный участвует в реализации федеральных программ, например, по благоустроенной среде, да, вы знаете, что благоустроенная среда, потом безопасные качественные дороги, деньги приходят федеральные и так далее. Это как-то вас касается? — Ну, я, да, касается. Ну, формально, если говорить формально, то город и власть, ну, они, значит, есть, есть такие проекты. Я знаю, что финансирование есть, оно идет. Но это, скажем, немножко не моя епархия, не моя сфера деятельности. Я в этих процессах больше выступаю, если говорить как общественник, то именно как инициатор, один из инициаторов, вот, градоэкологический каркас, зеленый каркас. — Зеленый щит — то, что у нас называется. — Сеть форумов, вот таких даже цикл и мероприятий. Мы эти вопросы выносим и вот на рождественский саммит, который проходил буквально недавно. — Боже мой. — То есть мы выносим, модерим и обсуждаем эти идеи. Вот это первая сторона. А вторая — я со стороны застройщика. Как девелопер, застройщик по роду деятельности, это моя прямая обязанность. — Сгенерить такой девелоперский проект, который будет, ну, априори должен быть комфортным, максимально качественным и максимально продаваемым. — И не вызывать огромного количества претензий у горожан, я так понимаю. — Хотелось бы так. Хотелось бы так. По факту, по факту бывает по-разному. Но тут, как говорится, вы знаете, все равно есть экономика проектов. — Ну, никуда не денешься. Все равно тут много факторов. Первый, самый главный фактор, конечно, стоимость земли. Очень сравнительно высокая стоимость земли в Краснодаре при сравнительно невысокой стоимости конечного продукта, жилья и квартиры. Сравнительно. Потому что очень много строят, поэтому спрос на землю очень огромный. — И цена высокая, соответственно. — На землю. А предложение огромное дает обратный эффект в ценообразовании. При большом предложении, естественно, снижается стоимость. — Ну, потому что спрос спросил, конечно, в последние годы особенно. — И поэтому это моя главная задача, как эксперта именно уже компании, обеспечить вот этот баланс. — Мы сейчас прервемся на полторы минуты. Буквально у нас реклама. И продолжим разговор с нашим гостем Вадимом Сидоровым, членом общественного стратегического совета при главе администрации города Краснодара. Дневной разворот продолжается. Развитие городской среды при помощи таких инструментов, как общественные стратегические советы, обсуждаемые в нашем эфире. И у нас в гостях Вадим Сидоров, эксперт по управлению и девелоперскими проектами, директор по развитию АВА-групп, город Краснодар. Он же является членом общественного стратегического совета при главе администрации города Краснодара. Как мы выяснили, он создан был год назад. За год прошли уже какие-то движения. В этом году, как мы выяснили, общественный марафон в Краснодаре проводится, собираются экспертными группами. Горожане, надо сказать, это вовлеченные, активные жители города. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно. И обсуждают, какие должны быть предприняты шаги и решения для того, чтобы город развивался гармонично, и абсолютно каждому человеку было в нем место, и было удобно и хорошо жить. А скажите, вот у вас в Краснодаре, наверное, как в городе миллионники, даже как мы тут выяснили, за миллион 300, по некоторым данным. Проводятся ли исследования, я знаю, что Стрелка в миллионниках проводила такие исследования по степени удовлетворенности горожан проживания в конкретном городе. У вас такие были исследования? Ну, надо сказать, что Стрелка известная нам компания. Она как раз один из исполнителей в области стратегии, стратегического планирования города Краснодара и Краснодарского края. Но, честно говоря, мне неизвестны результаты вот этого исследования, о котором вы говорите, но мне известны другие результаты других исследований. У нас в стратегическом совете есть эксперты, которые именно из отрасли аналитических исследований, компаний, специализирующихся на оценке анализа рынка недвижимости и среды, причем любой недвижимости. И тут вот эти результаты я бы мог пообсуждать. То есть удовлетворенность, самый главный бич Краснодара, конечно, это пробки. Давайте объясним, почему они образуются. Мы сейчас просто в перерыве об этом сказали. Да, давайте я объясню. Когда мы проводили факторный анализ, вот первое, что приходит на ум, все говорят, а давайте, и это дискуссионный вопрос, а давайте сделаем, например, норму по парковкам, два к одному, то есть два машиноместа на одну квартиру. Это как вот у нас Илья Шульгин сейчас, глава администрации, говорит, да? Я скептически отношусь именно к таким шагам. Это как бы волшебная пилюля, которая, скорее всего, не поможет. Объясню, почему. Мы сейчас как раз в рамках стратегического совета обсуждали следующие сценарии. То есть факторы, связанные с перемещением граждан по территории города, они лежат в плоскости неудовлетворенности объектами социальной, коммерческой инфраструктуры, местом работы. Вот агломерация города вся едет работать в город. В центр. В центр, в Краснодар. А потом обратно. И это маятниковое движение, как раз перемещение, оно и создает вот эту проблему. В первую очередь, не отсутствие паркинга, а если есть тема, то люди поедут в любом случае. И это тупиковый путь. Создать еще больше парковочных мест и застроить весь город парковками, это, наверное, не самый эффективный сценарий. Он нужен, но это тут надо тоже считать. Все-таки транспорт, создание многоядерной модели города, именно самодостаточных центров. То есть это называется в разных интерпретациях есть многоядерная модель, либо, говорят, полицентрическая модель города. Я считаю, вот эта концепция должна урегулировать отчасти это раз. Давайте поясним все-таки, полицентрическая модель города, это когда не все социальные учреждения, рабочие места, правительственные учреждения, развлекательные центры, торговые центры скопились в центре, куда вот все едут. А вот эти, это такое ядро. А в нескольких районах города, по окраинам в том числе. Самодостаточные территории, из которых людям не так важно выезжать. Они все свои социальные нужды удовлетворяют на месте. И работа, то есть рабочие места, а дело в том, что на 70% сервисные функции, занятость населения, 70-80% по разным оценкам. И поэтому люди найдут себе место, рабочее место, если правильно спланировать именно такие районы, чтобы они не были однофункциональными. Вот жилье плюс школа, это многофункциональные сбалансированные территории. Вот этот ответ на вопрос, я считаю, что он будет более такой стратегически грамотный и результативный. Владимир, у меня к вам еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о девелоперах, о застройщиках Краснодара, у вас рынок представлен все-таки больше местными компаниями или есть и иногородние какие-то игроки? И если да, то вот эти иногородние игроки, они в работе вашего стратегического совета участие принимают? Ну, структура застройщиков Краснодара, она примерно следующая. Как правило, это местные, в основном местные игроки. Были игроки, не местные, скажем, московские, насколько мне известно, они сейчас, ну вот эта компания Кортрос, например, они сейчас закончили свои проекты и не планируют больше работать в Краснодаре. Они заходили, наверное, в связи с Олимпиадой, вот этими объектами, нет? Нет, с Олимпиадой в Краснодар на самом деле никто не заходил, дело не в Краснодаре. Олимпиада ведь не в Краснодаре проходила, в Сочи. Мы помним, да. Так вот, и есть очень крупный застройщик из Ставрополя, это вообще один из крупнейших в стране застройщиков, он, если не ошибает память, то в пятерку крупнейших в стране, это Югстройинвест, это Ставропольский застройщик. Он на первом, он на втором месте в Краснодаре, но на первом, как бы, от юга России. Вот. Он участвует в вашей вот работе по стратегическому развитию Краснодара или нет? Если говорить так, вот от лидеров отрасли участвуют в стратегическом совете в виде, ну, в виде таких, так, участников, это из Думы, из законодательного собрания, там, как правило, тоже представлены вот эти комитеты, они вот все участвуют, принимают участие, так или иначе, в работе компаний застройщиков крупнейших. То есть, вот с этой стороны они участвуют, а непосредственно участие вот те компании, о которых я говорю, они не принимают именно в общественном совете, вот, ну, я не знаю, по каким причинам, вот, хотя на совещание, на многие, которые происходят в стратегическом совете, их приглашают, их представители участвуют. Приходят? Приходят, это важно. Представители приходят, представители участвуют, но тут ведь вопрос какой, ну, есть некая активная группа, активные комитеты, а есть, ну, все остальные. Поэтому мы стараемся активно работать, активно принимать участие. Вот, и вторая часть была вопроса, что-то вы... А, все, вы ответили, я спрашивала. В основном местные. В основном местные и не все активные. И не все активные. Да. Вы знаете, почему немного не местных? Вот, тоже анализировал для себя. Все-таки определенная специфика края и города заключается в том, что все-таки, ну, нужно вопрос контакта, связи, административный ресурс, он очень сильно влияет на работу и на комфорт работы в городе. Поэтому те, кому он, ну, непонятен, нет гарантии, конечно, ну, рискованно приходить в чужую территорию. Тут надо очень... Эта стратегия такая непростая. Я всем всегда говорю. Я потому что, зная об этом не понаслышке, работа в федеральной структуре, я был коммерческим директором, но из федеральных компаний, и мы везде получались... Знаете так, сейчас могу уже сказать. Мы большие, крупные, в российском масштабе, но мы такие мелкие и несерьезные в региональном масштабе по сравнению с местными акулами. И, ну, нам было довольно трудно выдерживать конкуренцию. И по всем причем. Ну, никто свой кусок пирога, конечно, просто так не хочет отдать. Да, с одной стороны, кусок пирога, это еще и в рынке, это рыночная, да, составляющая. И административная составляющая. То есть, две вещи. С одной стороны, в ценовую конкуренцию выдержать по отношению к вертикально интегрированным уже годы, десятилетия зарекомендовавшим себя компаниям. Ну, и административный ресурс. Это не секрет абсолютно. Я думаю, что это не только история про нашу страну, потому что все властные структуры и выборные органы, они пронизаны связями представителей компаний, братья, сестры, жены и прочее. Всегда распространяется эта сеть. И это, конечно, способствует тому, что местные компании легче работают на данной территории. Это не только строительство касается. Я думаю, что вообще в инвестиционных каких-то таких вещах это работает, наверное, проще. Не знаю, но это отдельная уже тема такая разговора. Все-таки возвращаясь к активным общественным деятелям, которые тоже входят в общественный стратегический совет при главе администрации Краснодара. Может быть, вы знаете, это вряд ли ваш комитет, конечно, но тем не менее. Мы с вами уже упоминали, что в городах, в российских, бич – это точечная застройка в центре, это сокращение парковых зон под застройку уходящих, это неиспользование береговых линий, а внутригородских рек и прочие вещи. Тут выходят активисты, они встают грудью, не дают проезжать бульдозером. Иногда даже бабушки выходят. Активисты, горожанки, они настоящие горожанки, да, насквозь пропитанные активизмом и защитой своего города. Но кроме этого, бывают еще такие горожане, которые генерируют собственные проекты, которые так или иначе требуют поддержки бизнеса и понимания и согласования от власти. Такие люди входят ли в ваши советы? Есть ли какие-то яркие примеры именно гражданских проектов в сфере развития города? Да, есть. Есть. У нас очень активная группа граждан и вообще общественное объединение под названием «Помоги городу». И лидер бессмены этого движения Елена Шувалова. У них есть очень интересный проект, который наша компания, которой я работаю, поддерживает. Этот проект называется «Линейные парки Краснодара, Карасунские озера». Дело в том, что так географически сложилось, что очень 16 озер проходят через территорию города Краснодара. И к этим озерам исторический доступ, они традиционно не такие, ну, некачественные территории. Не обустроены. Не обустроены. Практически местами полузаброшенные. Там огороды какие-то возникают. Исторические. Не то, что возникают. Они исторически так сложились. А якорь очень хороший. И природный якорь, согласитесь, он сам по себе генерирует дополнительный поток. И это понимают и застройщики. И, естественно, все хотели бы построить что-либо рядом с этими озерами. У нас полминуты. И что вы сделали? Что делаете? Что происходит сейчас? Сейчас сделали, сейчас есть разработана концепция. Эта концепция органично вплетена в градоэкологический каркас города. Вот тот, о котором я уже говорил. И сейчас формируется пол инвесторов, можно так сказать, которые заинтересованы в развитии вот этих территорий. В реновации прилегающих некоторых территорий. Потому что, ну, все не бесплатно. То есть корректировки прилегающих территорий. И повышение их качества. Спасибо. Мы еще за эфиром по этому поводу поговорим. Потому что в городе Кирове, благодаря в том числе нашей радиостанции, инициировал проект «Ленточные парки». Что близко к линейным. Малые реки Кирова. Малые реки Кирова. И тоже есть мечта у активистов, что реки превратятся в настоящие такие артерии жизни. И будут генерировать вокруг себя общественные пространства, грамотную застройку и набережные. Обсудим это уже теперь за эфиром. Может быть, сегодня еще удастся встретиться с Ильей Шельгиным, который тоже не раз говорил, даже губернатор у нас говорил, что нужно развивать «Ленточные парки». Обвиняемся опытом и донесем до вас этот опыт в одном из следующих эфиров. Мы благодарим Вадима Сидорова, эксперта по управлению девелоперскими проектами, директора по развитию АВА-групп «Город Краснодар» и члена Общественного стратегического совета при главе администрации Краснодара. За этот эфир Светлана Занькова. Анна Лушина. Дневной разворот закончен. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова